2 августа Русская Православная Церковь чтит память пророка Ильи. В христианстве он является самым почитаемым ветхозаветным святым. В храмах города Буя в этот день прошли богослужения, прихожане славили пророка. Данное младенцу имя Илья, крепость Господня, определила всю его жизнь. С малых лет он посвятил себя единому Богу, поселился в пустыне и проводил жизнь в строгом посте, богомыслии и молитве. Призванный к пророческому служению при израильском царе Ахаве, пророк стал пламенным ревнителем истинной веры и благочестия. После смерти царя Соломона единое государство, объединявшее 12 калин еврейского народа, разделилось на два царства – иудейское и израильское. Вскоре после этого израильские цари отпали от почитания истинного Бога и стали поклоняться идолам, разращая свой народ. Но Господь не бывает поруганным, и во время правления Ахава и его жены-язычницы Иезавели, повинуясь Божьей воле, на пророческое служение вышел великий ревнитель и свидетель его славы и могущества Илья Фесвитянин. Он начал свою проповедь, когда среди многомиллионного населения Палестины только 7 тысяч человек сохраняли верность своему Творцу. Илья рисковал в любую минуту быть убитым по приказу Иезавели, которая уничтожила в Израиле всех божьих пророков. Но, исполненный верой в Господа, он никогда не отступал от своего главного жизненного призвания – вернуть соотечественников к почитанию истинного Бога. За свою пламенную ревность о славе Божией пророк Илья был взят на небо живым в огненной колеснице. Свидетелем этого чудного восхождения был пророк Елисей. Затем в преображении Господнем он явился вместе с пророком Моисеем и пристал перед Иисусом Христом, беседуя с ним на горе Фавор. По преданию Святой Церкви пророк Илья будет предтечью страшного второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть. Главным в служении Ильи была вера – такая вера, которая в решающий момент иудейской истории позволила этому народу сохранить истинную религию. Жизнь Ильи – пример того, как Господь силой одного человека может вершить судьбу целого народа. Со дня огненного вознесения на небо пророка Ильи его почитание в Церкви Христовой никогда не прерывалось. Русская Православная Церковь свято чтит пророка Илью. Иконописная традиция изображает пророка Илью возносящимся на колеснице с огненными колесами, которая окружена со всех сторон пламенем и запряжена четырьмя крылатыми конями.